Лекция про грамотное поведение в погранзоне начинается! Есть граждане, которые уже под грамотными органами привлекались, проверялись, проводились беседы, его не видят какие-то. Это самое ответственное. Смотрите, все просто на самом деле. У нас тут есть лёд, мы с ней общаемся, то есть, когда она планирует здесь собираться, мы с ней созваниваемся, она уведомляет пограничные органы. То есть, соответственно, если в любые направления пограничной зоны вы прибываете, вы должны уведомить, то есть, если массовое скопление, так как это прописано в законах. Это всё, с любовью мы всё согласовали. Я передал дальше высшестоящему руководству. И дальше идёт всё, мы вас контролируем, чтобы вы не завладились, не зашли дальше. Чтобы с вами никто не смешался из лиц, которые хотят попасть незаконно на территорию Финляндской Республики. А такие есть. Вот, бывает, по крайней мере, с вами пока не скучалось. За второй год с вами работаем, взаимовествуем. Третий, да? Да. На второй лекции читают. Вот. Так что всё вроде как бы всё в порядке, всё хорошо. Порядок за собой оставляете, всё культурно. Моменты такие по прохождению, когда вы проходите в пограничную зону. Есть люди, которые... В том году был человек, который решил пошутить с пограничниками, что он хочет с рюкзаками этими огромными попасть в мясскую территорию незаконно. Вот. Пограничники такие шутки не любят. Соответственно, его взяли в оборот, начали проводить с ним беседы. Он очень много времени провёл с пограничниками, погребросил. Думаю, больше не шутят. Вот. Что дальше? Вот сейчас у нас был товарищ, про которого я рассказываю. Да, Михаил? Вот. Сейчас, как бы, у нас есть ситуация, что есть люди, помимо тех, которые приходят отдыхать, пытаются уйти на территорию Финляндии. Либо из-за специальной военной операции, которые не хотят воевать, боятся чего-то. Хотят уйти в Финляндию, попросить политическое убежище. Таких очень много стало. Прямо, ну, больше даже, чем иностранцев, грозы. Вот. А вот. То есть, почему заинтересовал он пограничных органов? У него прописка в Красноярск. То есть, как бы, для нас это подозрительно, да, что приехал человек с Красноярска, там, за тысячу по две тысячи километров сюда, с таким огромным рюкзаком прийти на озеро отдохнуть, как бы, да, сами понимаете. Ну, как-то тут непонятно. А Владивосток вас бы удивил? А? Владивосток вас бы удивил, да? Конечно. Ну, бывает. Я удивляюсь три дня с звонками, у меня трубка красная. Ну, она действительно красная. Вот, можете удивиться. Вот. Поэтому тоже особое внимание сейчас именно на граждан, которые, ну, не с нашего региона, не с Питера, не с Ленинградской области. То есть, нам это, мы это берем внимание, то есть, как бы, вот с этим человеком взяли специальные обычные сотрудники и провелись на беседе. Поняли, что он действительно идет сюда. Я подтвердил, что здесь есть такой слез, да, что он умеет сюда. И его было бы получено, довезли прямо до сюда. Ну, он мог бы идти пешком, тяжело, жалко. То есть, есть плюс, есть минус. И теперь тоже, да, он понимает, что нужно, как нужно, примерно. Ну, как бы, тоже на нас обижаться не нужно, выполнять свою работу. Проверили, ничего такого не делали, в принципе, никого не обидели. Порщались. Спасибо. Так, вот тот, товарищ, теперь. У нас еще вчера человек, который ехал с байдаркой на Павловск. Да, мы думали, что вы его задерживаете. Потому что человек, ты куда с байдаркой, на озеро горится. Ладно, сказки расскажут. Так что, если вдруг попадаете в такую ситуацию, просто говорите по факту. Да, у нас такой слез, есть ответа. С пограничными органами уведомили сто процентов. Потому что, если вы здесь собираетесь, то я, как минимум, в курсе. А если я в курсе, значит, все руководство в курсе. Вот. Все спокойно, не нервничать, не психовать там, как бы. Да, может такой момент. Ну, два часа он, да, там побыл? Два часа побыл он, да, пограничных в плену? Пять. Говорят, пять. А он сказал пять. Он сказал пять. Страх и глаза велики. А что там у него было? Так что, ну, ничего страшного, бывает такое, да. Так что, есть вопросы, задавайте. Как? Я не знаю, я не буду. У меня просто... И какие правила нахождения погранжения? Правила нахождения погранжения. То есть, вы заходите, все видели, прямо заканчивается асфальт, начинается грунтовая дорога. Там же знак висит, повесили для всех. Что вход, въезд в пограничную зону при наличии документов, удостоверяющих личность. То есть, это паспорт. Водительское удостоверение, оно как бы считается, а? Внутренний паспорт, например, в глазах. Вот. Военное, ой, военное, водительское удостоверение, оно как бы, ну, можно сказать так, условно, что, да, документы, удостоверяющие личность. Ну, желательно, конечно, внутренний паспорт. Ну, либо загран, какой есть. Это пограничная зона находится. Далее у нас идет через 20 километров 15. У нас есть 5-километровая полоса местности. Что нужно, чтобы находиться там? Туда у нас люди в основном любят ездить грибы собирать, потому что это далеко. Все думают, что там никого нет, и больше все грибов выберут. Но это не так. Все туда именно едут. Так что лучше вот здесь собирать, здесь больше грибов. Туда нужен внутренний паспорт также. И делаются специальные пропуска. То есть, допустим, на Дальнем Востоке вы проживаете, захотите к нам поехать грибов собрать лучше. Приходите на Дальнем Востоке в пограничное управление, заполняете заявление с бланком, указывая там место, куда вы поедете. Или в этом году дается пропуск на год. То есть, соответственно, вы планируете там, поеду в Выборг, потом в Карелию, буду примерно там находиться. И в пропусках указываете эти места, где, возможно, будете находиться в течение года. Вам выдают пропуск на год. Вы берете с собой этот пропуск, берете с собой паспорт, и спокойно находитесь в типовой метро в классе местности, до колючей проволоки. Ну, где-то она есть, где-то нет. А по времени сколько пропуск делается? Сейчас очень тяжело, потому что много иностранцев наехают. И они все делают пропуска так, как им вообще нельзя, даже в наличии паспорта. Не только с пропуском. Сейчас очень много проверок проходят по линии нарушителей. Вообще, люди три месяца ждут. Бывает. Бывает две недели. Вообще, стандартно, раньше было до всяких этих моментов, две недели сто процентов пропуска давали. Но, опять же, какие-то люди по ряду причин могут не получить пропуск. Да, скажите, пожалуйста, вот у меня друг просто из Италии, мы хотели с ним в Дагестане, и мы подали на пропуска мне пропуск, ну, выписали, а ему и нет. Ну, я уже не стала уточнять, мы изменили просто немножко с ним маршрут. Потому что это всем иностранцам не дают сейчас. Или это из каких-то... Ему 80 лет. Какие-то умозаключения делают. То есть там территориальные органы проверяют помимо нас. То есть они по своей линии проверяют. Возможно, что-то... Ну, какие-то у них свои мысли. Есть какие-то причины, да, которые у него... Сейчас, допустим, у нас работали граждане из Дагестана. Человек 10 у нас было. У них у всех были пропуска. В этом году пропуска закончились. Ни одному не выписали. Причину никто не знает и не выписали. То есть не продлили как бы... Не продлили. Хотя у них были, они проверку, соответственно, прошли. Обычно взяли и подписали. Ну, это что-то, какие-то моменты. А что касаемо Выборга, Выборгского района, Ленинградской области, кто проживает в Санкт-Петербурге, в наличии паспортов в пограничной зоне, кто находится и проживает в Выборгском районе, вот вы, да? Я знаю. Я точно помню вас. Но вам пропуск не нужен в Петербурге. Кто прописан в Выборге в Выборгском районе, соответственно, Карелия, Карельская область, кто проживает в Петербурге, а в моем случае и еда была. А зачем им платят? Ну, они... Мне нравится вид Финляндии, думают, что сказали им Россию круто. Беседуют и отдают обратно в военную. Ну, конечно, нет причин. Это если бы он официально приехал, сделал пропуск, приехал, что спокойно ждет. У нас, как бы, это просто... Если не такие моменты по незаконному пересечению, то мы с ним проводим беседу. Вот. Железная дорога, есть трасса. По явному ориентиру. Ну, то есть, как бы, не так сложно было выявлять, да? Привлекать ловили. Сейчас они, как сказать, апгрейд сделали себе, да. То есть, они, соответственно, местные жители нам очень хорошо помогают. То есть, если они кого-то подозрительно увидят, они нам звонят, они могут сами подойти к человеку, если подозрительно, попросить проверить документы. Также у нас есть добровольная народная дружина здесь местных. То есть, у них есть удостоверение. Они могут подойти к любому гражданину, предъявить удостоверение, проверить документы, спросить цель нахождения здесь. То есть, грубо говоря, он как часть пограничника. Вот. И если он замечает какие-то нарушения, какие у него вопросы? Ну, он связывается с нами, он, ну, пытается максимально задержать, потому что они до нашего прибытия. То есть, они имеют право прям вот задержать? Ну, не прям задержать, ну, как-то он пытается. Заболтать. Заболтать. Да, да, да. Сказать, вот туда вам надо идти, в обратную сторону. Максимально пытается что-то, да, придумать, чтобы… Ну, в принципе, мы-то здесь практически круглосуточно находимся. То есть, как бы… А это специально обученные местные жители так делают? Ну, конечно. Конечно. Ну, даже просто, чтобы люди понимали, да, здесь живут с детьми, да, как бы отдыхают местные жители. И есть такие люди, которые вот от уголовной ответственности скрываются. То есть, что они могут сделать? Все, что угодно. То есть, это даже больше в интересах, допустим, местных жителей, да, быстрее нам сообщить, чтобы мы выявили, разобрались. И все, как бы… Ну, то есть, соответственно, они нам помогают. ДНДшники – это, ну, люди, которые тоже неравнодушные. Они с нами в наряды ходят. Что такое ДНД? Ну, и что, сейчас есть, можно секундочку-то расскажу? Тут, то есть, подозрительные проверили. Мы приехали, проверили все в порядке. Проверили не в порядке, нарушитель, да, реально. Все. Проделали свои мероприятия, отправили его домой. А сейчас, сейчас они делают все совершенно по-другому. Они все обходят, все населенные пункты, чтобы ни с кем не столкнуться. Максимально прячутся там, ну, чтобы никто их не мог заметить. То есть, там люди четыре дня зимой… Вот, в последний момент, поймали девчонку с парнем, 21 год. Они приехали… Блин, у них есть с Иркутска, по-моему, или что-то такое. Они вот отрасли по лесу, вот так вот снега, и тащили с собой велосипеды, 20 километров по себе. Парень… Парень… Парень начал говорить изначально, когда их выявили, что… он хочет уйти, чтобы не взяли его на специальную военную операцию. Когда начали уже… приехали сопротивленные сотрудники, начали разговаривать, по-моему… Ну… Парабили по своим базам данных, все узнали, проверили. На самом деле, этот гражданин жил с этой девчонкой, и он в городе, в Клюбе где-то, пырнул гражданина иностранного ножом. И, как бы, на него начали проводиться следственные действия в отношении него. Он, как бы, дома сидел, под домашним арестом. В итоге, девушка говорит, давай снесу. Махнем в Финляндию. Там… там ничего тебе не будет, как бы, и все. И вот, 20 километров они тащили эти велосипеды на себе по уши в снегу. Четыре дня они шли. А как больше на руках? Пришли вот на границе. Задержали их. Это вообще в свободном доступе там все есть. То есть она везде… Нет, вот они тащатся за этими велосипедами, они пришли, а там стена… Ну, конкретно у нас, да, четырехметровый забор из колючей крови. То есть вы за него заходите можете. Нельзя. То есть вы увидели, так он пойдет домой. Расскажите про работу. Какие у вас условия? Как работаете, ну там, по сменой? И какая зарплата? И так, когда сбите. И как… 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 Мы работаем круглосуточно, без выходных, без праздников. Так что… так что давайте пограничные органы идите устраивайтесь. У нас пограничников не хватает. Будете помогать. А жить когда? Жить. В отпуске. В отпуск даете. А отпуск большой? Автомат дадут. Ну, все зависит от количества выслуженных лет. У меня 20 лет служу, у меня 67 год. Зарплата моя. Хорошая. А вы женаты или нет? Да. Есть жена, есть двое детей. Саша, Саша. Я ради вас стараюсь, чтобы… Хорошая зарплата, да? Так что… так что это… давайте кто в пограничники… А пограничники могут сами выезжать в пограничники? Нет. Вообще нет? Вообще нет. Это ВСБ. Вообще. И даже в Беларуси? Я только в Сочи был. Все. Не дальше. А в Абхазии, например? Нет. В Абхазии… Мы в Абхазии и служим, но нас туда не пускают отдыхать. В смысле вы дистанционно служите? Ну у нас, кто едет туда служить, получается, командировка и делают отдельные… Занечные паспорта туда. Там нет… Ну, индивидуально. А потом… А в Южной Осетии служите? Что? В Южной Осетии. Кто же служит? Я знаю. Конечно, везде. Везде. Если человек в Беларуси… 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 Ну я типа забудусь… В Беларуси… В Беларуси… В Беларуси…